У нас вечер розыгрышей, вечер необычных ситуаций. Я попрошу представить, что вы едете в метро, в вагоне гаснет свет, представьте себе полную темноту, можно закрыть глаза так смешнее, и из темноты раздаются голоса. А я знаю, я знаю, почему мы стоим. Нас хотят угнать в Турцию. Ты мне покажи, где на кольцевой поворот на Турцию я пешком дойду. Кто просто пробки где-то выбил. Я тоже думаю, что они там пьют шампанское. А я слышал, что он метрополитен, закупил новейшее оборудование, и теперь даже без света поезд не будет стоять. Я тоже слышал, теперь каждому машинисту установят педали, которые ему придется крутить при отключении электричества. Граждане, мы сами не местные. Подайте, пожалуйста, на операцию с ценными бумагами, пожалуйста. Ну давай, топай сюда. Давай, держись с барского плеча. На. Спасибо, господин, какой толстый пачка. Пахнет долларами раз, два, три, четыре, пять. Можешь не считать, не утруждаться. Сто листов в этом блокноте. А скажите, пожалуйста, на Фаслопоцка далеко? Метров сто. В какую сторону? Вверх. Сережа, поцелуй меня. Сережа, поцелуй меня. Сережа, ну поцелуй меня. Тсс, еще раз мну, поцеловаешь по щей дам. Наденька, ну почему ты мне не сказал, что я целую какого-то мужика? Дай я тебя обниму. О, ты поправилась. Это опять я. Сережа, ну мы с тобой целый год женаты, до сих пор не узнаешь меня на ощупь. Ну потрогай вот здесь, вот здесь. Вот сюда, Сережа, лезать не надо. Я никуда не лезу. Это опять я. Слушай, ты, я тебя сейчас... Эй, подожди, ты меня целовал, ты меня обнимал По закону гор, ты мне вообще преданное должен сделать Граждане, никто не бачил мои лыжи Так это ваши лыжи, господи А я думаю, какого же роста должен быть человек, у которого такие сланцы Вы же никогда не бачили человека с лыжами Летом никогда А-а-а-а-а-а Все, допился Ослеп Кто здесь? Люди Люди добрые Я тут немного уснул, проснулся и ничего не вижу. Вы что-нибудь видите? Не мешай мне читать. Девушка, девушка, а что вы делаете сегодня вечером, а? Играю в баскетбол. Ну, для баскетболистки вы не очень высокая, надо сказать. Зато я восхищаюсь вашей упругой грудью. Спасибо-то колени. Скажите, пожалуйста, а как это вверх? Юрик, Юрик, ты что жуешь, а? Юрик! Колбасу. Юрик, у нас в сумке нет колбасы. Мир не без добрых людей. Юрик, ты что так, что так, что так торопишься съесть эту колбасу? Потому что с той стороны к батону пристроилась собака. А в собаке, слышу. Господа, простите, а нельзя ли дойти до станции пешком? Можешь смело идти, только силы рассчитывай. Когда мы поедем, ты побежишь. Юрик, ну что ты опять жуешь, Юрик? Сосиски. Юрик, у нас нет сосисок. Я напал на жилу. Юрик, я тебя предупреждаю, сейчас проснется хозяин жилы. Уже проснулся, дочь моя. Ой, батюшка, извините моего аглоеда, он у вас все пожрал. Нечего извиняться. Сосиски безвкусные. Че это за сосиски? Откусил надо, стягивать мясо с какой-то ниточки. Нехорошо отрок есть свечи для храма. На магическом слове свечи в вагоне зажигается свет. Поезд доезжает до ближайшей станции. Люди вываливаются из вагона, разбегаются по своим делам, незаметно забывая о случившемся. И только эстонец остается один еще долго катается по кольцевой и спрашивает у вновь входящих. Скажите, пожалуйста, все-таки как-то вверх. Сосиски безвкусные.